Доброго дня, дорогие друзья! Сегодня каких-то супер ярких инфоповодов как-то нету, но есть интересные годовщины. Интересные годовщины, которые приходятся на ближайшие дни. На 26, 27, 28 мая. Ну, во-первых, в конце мая 1922 года Ватикан резко высказался против создания еврейского государства в Палестине. Дело в том, что планы о создании такового гуляли еще до Второй мировой войны. Ну, в связи с Холокостом, понятное дело, что оспаривать идею создания еврейского государства стало уже как-то не комильфо, но, в общем-то, идеи, повторюсь, были и раньше. После отторжения от Османской империи Ближнего Востока, в том числе. Израиль сейчас является страной весьма на слуху. Туда мотанули многие наши деятели, которые активно хотели, скажем так, отстраниться от имиджа России. Вот. Некоторые там до сих пор пребывают. Проблема лишь в том, что... Я, в общем, могу понять людей, которые уехали. Ну, допустим, кто занимался криптовалютой, и кто опасался, что в России эта тема может быть прикрыта, либо не очень хорошо это будет как-то функционировать. Я нормально отношусь. Ну, так сказать, уехал и уехал человек. Кому-то, может быть, не нравится Россия. Окей, пожалуйста. Но ехать с криками, да на самом деле мы, так сказать, против войны. Я хочу быть подальше от этого всего. Причем в страны не самые миролюбивые. Израиль, выдержав тяжелую конфронтацию с соседями этих соседей, в общем, контрапупил в основном. Но то, что сейчас делает Израиль в свете, допустим, убийства журналистки Аль-Джазиры, которые вроде как выстрелили в голову в каске, на которой была написана пресса. Насколько, по крайней мере, я знаю. Может быть, мои данные не точны. Вот. Это, конечно, не очень здорово. И, повтори, такой выкрутас кто-нибудь там. Сирия, Эритрея, какая-нибудь Северная Корея. Сразу бы, естественно, они стали мишенью для атак. А тут, в принципе, нормально. Вот. То же самое, когда люди просто уезжают в Турцию, нет проблем. Но когда они из Турции начинают кричать, что они хотят, так сказать, мира, и им стыдно жить в стране, которая начинает войны, это очень комично, потому что турки как раз против курдов проводят операции в Северной Сирии и Северном Ираке. Вот. Минуя государственные границы, действуя вполне военными методами. Вот. Значит, еще интересный момент. Вот буквально 27 мая 1905 года застрелился Савва Морозов. Дело это было довольно мутное, потому что, ну, есть, правда, такие полуконспирологические, но, тем не менее, многочисленные указания на то, что вроде как по первоначалу на самоубийство никто сильно не напирал. Это, правда, может происходить потому, что самоубийство в старообрячестве, а Савва Морозов был из старообряческого купечества, он, ну, оно, собственно, считается страшным грехом. Оно вообще в христианстве и считается страшным грехом, но старообрячество как такое более ортодоксальное, если угодно. Ну, в смысле, ортодоксальное, а не в смысле придерживания традиций, потому что значительная часть старообрядцев, особенно беспоповцев, они ушли в очень странные формы поклонения. Дырники есть и так далее. Вот. А вот, ну, Савва Морозов принадлежал к более умеренной ветве старообрячества, но, тем не менее, вот с точки зрения соблюдения каких-то представлений о греховном и негреховном, старообрячество всегда было очень твердое, и оно, собственно говоря, в этой роли вряд ли бы оценило поступок Савва Морозова, поэтому Савва Морозов был на момент, был похоронен на обычном старообряческом кладбище, хотя обычно старообрядцев, ой, старообрядцы хоронили самоубийц за оградой или на старых полузаброшенных кладбищах. Вот. Ну, история темная. Савва Морозов был в определенном смысле воплечен в политику, в том числе в политику революционную, общался с тем же Максимом Горьким, которому указывал на то, что его хотят угробить черносотенцы. Черносотенцы, черносотенцы это такие проправительственные ребята, вот, борцы с революцией в какой-то степени популярные в тот момент. Сейчас, кстати, есть попытки опять сказать, что черносотенцы это йоу. Ну, кстати говоря, имейте в виду, что у них были такие пафосные названия, типа «Союз Михаила Архангела» и так далее. Вот. Но, как мы понимаем, громкие названия, отсылки к православию, они далеко не всегда являются, скажем так, истинными и фундированными. Дело в том, что еще одна дата, также в конце мая, он только 1722 года, то есть за 200 лет до указанного мной выше события по поводу Ватикана и евреев в Израиле. Значит, состоялось принятие Святейшим Синодом закона о прямом нарушении тайной исповеди, если дело касается государственных каких-то преступлений. Я уже выпускал, есть у меня на канале, кому интересно, поищите, ролик по поводу того, что для меня не очевидна, мягко говоря, канонизация последних романов. Ну, может быть, детей, ладно, да, особенно тех, которые были малолетние, расстреляны царской семьи, но канонизация самого государя и его супруги для меня, я повторюсь, совершенно не очевидна. Вот. Если канонизировать всех расстрельных в гражданскую войну, то там никаких святцев не хватит, потому что, вон, у нас тут недалеко усадьба, я уже рассказывал, хозяина расстреляли прямо во дворе. Что же касается Николая, то, насколько я знаю, вот этот Петровский еще указ Синода так и не был отменен в Российской империи, но и, повторюсь, это важно, наверное, ну, на мой взгляд, очень важно, патриаршество восстановили только после революции. То есть, и при этом, что самое интересное, при большевиках, которые, конечно, нанесли большое количество вреда, там, русской православной церкви, уничтожали храмы и так далее, но при большевиках, и до этого, там, при всяких временных правительствах, был патриарх, а при царе-батюшке, которого мы канонизируем, и с которым некоторые носятся, как с писаной тормой, патриарха не было. Был Синод, в котором были церковные служители, но там заметную роль играли светские чиновники, обер-прокурор Синода был человек светский, не церковный. Поэтому, насколько это соответствует церковному канону, даже если мы исходим из того, что, в принципе, да, должна быть симфония, и церковь, и государство не могут быть полностью разделены, но это, продолжая идеи, там, начавшиеся от императора Константина в 4 веке и в начале 4 века, и развитые потом Юстинианом. Но, тем не менее, ставить во главе церкви светского чиновника, вписанного, так сказать, во всю табель орангов, это ноу-хау, а уж тем более напрямую искажать постулаты, типа, вот, допустим, тайной исповеди. Тайной исповеди надо блюсти, но тут оказалось, что не обязательно. Вот. Надеюсь, что мое краткое такое, краткий экскурс в историю, в событии, и, как мы видим, все они более или менее могут быть связаны с современностью, и сейчас есть богатые люди, ну, назовем, олигархи, да, которые связаны с какими-то революционно-вольнодумскими организациями, при этом старообрядчество, имейте в виду, с одной стороны, будучи такой вот весьма консервативной силой, оно, как ни странно, в пику, в том числе официальной власти, часто участвовало в таких всяких революционных или около революционных заварухах. Ну, про Израиль поговорили и упомянули про, опять же, двойственность положения церкви в Российской империи. Спасибо за внимание, друзья. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok